Всем привет, с вами Дима и проект Ferrum.com Через нас наш зритель заказал себе Honor 5X В общем-то девайс к нам приехал И так как обзора на него у нас не было И он стоит в общем-то недорого И может многих заинтересовать Мы решили не терять возможности Снять на него хоть какой-нибудь обзор Я сразу скажу, что я прям месяц с этим аппаратом не общался У меня было всего-то несколько дней свободных Вот, я их потратил на то, чтобы с этим аппаратом познакомиться И сегодня мы в общем-то о нем и поговорим Начнем сейчас с беглого осмотра комплектации У нас девайс поставляется вот в такой вот Жизнерадостной бирюзовой коробке На которой у нас глянца написано Hon Or Ну вот, сзади у нас все по-китайски, ничего не понятно Лезем внутрь Внутри нас встречает вот такая вот прекрасная Конвертик Прекрасная конвертик, именно так С улыбочкой, в котором у нас находится Помимо кучи бумажек Которые я не вижу смысла доставать Скрепочка, она нам сейчас понадобится Также у нас здесь есть зарядник на 2 Ампера Это говорит о том, что батарейка на 3000 мАч Которая здесь у нас установлена Она будет заряжаться от комплектного адаптера Меньше двух часов По идее где-то полтора Но эта теория на практике ближе к двум Но меньше двух И это хорошо Также у нас здесь имеется вот такая вот прекрасная гарнитурка С логотипом Huawei, который вам не видно Это обычные вкладыши Я более чем уверен, что они не супер хорошо звучат Я их слушать не буду Потому что, ну, согласитесь Если гарнитура комплектная И она выглядит вот так Скорее всего она звучит не очень хорошо В любом случае лучше купить какие-нибудь наушники на стороне Ну и кабель USB, microUSB Больше здесь ничего особенного нет Но так как в комплекте есть какая-никакая гарнитура И возможно она кому-то понадобится Я решил хоть чуть-чуть про комплектацию рассказать Ну и в общем-то теперь мы переходим к самому смартфону Расскажу сначала, что у нас где здесь находится Тут у нас на тыльной панели имеется сканер отпечатков пальцев Сдвоенная, светодиодная Сдвоенная? Нет, просто светодиодная вспышка Которая выглядит как сдвоенная Основная наша камера Справа у нас кнопка питания Качелька регулировки громкости Слева два лоточка Давайте смотреть, что у нас в них находится Первый лоток Здесь у нас просто под, я так понимаю, микросимку У нас слот, больше ничего нет Второй лоток у нас имеет слот под наносимку И карту памяти microSD И вот за это ребятам из Huawei я хочу сказать огромное спасибо Снять перед ними шляпу Потому что многие производители сейчас почему-то считают Что пользователь должен выбирать Что ему нужно Функционал дуалсима или расширение памяти Я считаю, что это неправильно Либо должно быть просто два слота под симки И памяти столько, чтобы не нужно было в принципе Расширять Либо вот как здесь Вот это вот правильно Вот это вот хорошо Переходим в общем-то к торцам Снизу у нас две зоны перфорации Под вот этой, если я ничего не путаю У нас динамик Под вот этой вот микрофон Ну и сверху дополнительный микрофон И миниджек На лицевой панели у нас имеется Пяти с половиной дюймовый Full HD экран Давайте его разблокируем Для того, чтобы он был вам лучше виден Разговорный микрофон Фронтальная камера И датчики Как мы видим Кнопки у нас наэкранные Они программные Здесь, хотя места в общем-то Более чем достаточно Для того, чтобы разместить Все эти кнопки На самом смартфоне Они у нас почему-то на экране Ну Huawei, видимо, считает, что так правильно Потому что у них Насколько я помню Практически во всех новых смартфонах Если не во всех поголовно Кнопки программные Наэкранные Вот такие пироги Естественно, нельзя не отметить Жестко толстые Черные рамки По контуру дисплея Но, опять-таки Honor Всегда у Huawei Позиционировался Как устройство Среднего и бюджетного класса Видимо, на бюджетнике Тратится на то, чтобы Сделать очень аккуратный дизайн Смысла никакого нет И поэтому вот здесь Как есть Ну и давайте Коли мы уже Перешли к лицевой панели Поговорим об экране Посмотрим сначала на углы обзора Как видим Углы обзора у нас Более чем хороши Ни под каким углом Я сейчас еще раз Проверю для себя Я хотя этот экран Уже в принципе рассматривал За исключением Плавающей яркости Подсветки При взгляде Под разными углами Что абсолютно нормально Для всех LCD панелей Здесь у нас Никаких дефектов нет То есть Баланс белого Не искажается Картинка не плывет Инверсии нет Ну то есть Все более-менее Хорошо Ну и посмотрим На диапазон Регулировки Яркости Так Значки у нас здесь Авто уже выключено Это у нас сейчас Максимум Почему-то ползунок Не хватается Вот так выглядит Минимум Вам не видно вообще ничего Мне видно едва ли Очертания значков И это очень Очень хорошо Ползунок Хватайся Ну а как бы Максимум Как показала практика Моих съемок Сегодня на улице Даже В достаточно Солнечную погоду Хотя сегодня Местами было пасмурно Вот даже если Солнце светит В экран В принципе Его читаемость Более чем адекватная То есть На улице В солнечный день С этим экраном Проблем не будет И как мы только что Увидели В темноте В общем-то Тоже Цветопередача У экрана В принципе Очень приятная Она близка К натуральной У нас нету Лютой пережженки Нету Лютого отклонения В плане баланса белого Либо в теплую Либо в холодную сторону Ну а если вы любите Например Теплую Желтоватую Картинку Или наоборот Холодную Синюю То у нас В настройках Имеется вот такой Вот простенький Редактор цветовой Температуры Который опять-таки Почему-то ползунок Вот не хочет Он хвататься Почему Я не понимаю Вот Можно сделать И желтое Можно сделать И синее Ну и давайте Теперь немножко Поговорим об эргономике И о корпусе Потому что я Почему-то От этого отвлекся Начал рассказывать Об экране Так как аппарат У нас имеет Пяти с половиной Дюймовый дисплей То пользоваться Им одной рукой Не сильно удобно Его нужно Перехватывать Но во-первых Многие люди Сейчас к этому Привыкли А во-вторых Сейчас народ Любит у нас Смотреть видео Со смартфонов Считают что Экран должен быть Большим Чтобы с него Было удобно Потреблять контент Поэтому тем Кому нужен Пяти с половиной Дюймовый девайс Они в принципе С эргономикой Смирятся Если вдруг Кто не был в курсе То пяти с половиной Дюймовыми аппаратами Пользоваться Не очень удобно К этому надо Привыкать Пользоваться Надо аккуратно На ходу Смски не напишешь Вот как-то так Также хотелось бы Отметить Не слишком рациональное Использование Площади Лицевой панели Потому что У нас здесь Кнопки на экране Хотя места Много И можно было бы Высвободить Вот этот маленький Кусочек дисплея Для того чтобы Например В менеджере Почты влезало Больше информации В браузере Влезало Больше информации В клиенте Социальной сети Влезало Больше информации По высоте Да в ютубе Там при просмотре Видео В играх Эти кнопки Скрываются Но все таки В некоторых Приложениях Нет И это В любом случае Какие то хоть Минимальные Но все равно Стеснения Вот И теперь давайте Поговорим о корпусе Он у нас сделан Преимущественно Из металла Вот это вот Вся Боковина Так скажем Большая ее часть Большая часть Задника И то же самое На этой стороне У нас Представляет собой Металлическую Цельную пластину Которая Находится на заднике И так скажем Огибает по бокам Смартфон Но тем не менее Сверху и снизу У нас имеются Пластиковые вставки Вот по аналогии Например С тем же Redmi Ну 3 Pro С многими бюджетниками От Xiaomi С многими бюджетниками От Meizu И на лицевой панели У нас также Имеется Вот такой вот Глянцевый Блестящий Хромированный Пластиковый Кант Это тоже Немного Удешевляет Внешний вид Аппарата Но как есть Олеофобка На лицевой панели У нас конечно же Присутствует Ее качество В принципе Достаточно Неплохое Вот я сейчас Легонько протер Аппарат О свою рубашку У нас тут есть Какие-то загрязнения Не знаю Откуда они взялись Но отпечатки пальцев Практически Полностью стерлись Да Олеофобка На некоторых Смартфонах Сейчас гораздо лучше Но тут Она есть Она нормальная И это Как бы Хорошо И последнее Что по корпусу Наверное Стоит добавить У нас здесь Имеется Сканер отпечатков Пальцев Срабатывает он Достаточно стабильно Я сейчас буду Нажимать на него На счет 3 Раз Два Три Разблокировались Раз Два Три Разблокировались Раз Два Три Ну То есть Сбоев Как таковых Нет Но Сканер Работает Достаточно Медленно И я это Заметил Еще В то время Когда Забивал В общем-то Отпечатки пальцев В настройках То есть Считывание Происходит Не очень быстро Но зато При разблокировке У нас Нету Никаких Вот этих Длинных Анимаций Как например На айфоны Поэтому Как только Сканер Сработал Мы тут же Попадаем На рабочий стол И это Хорошо И по поводу Сканера Пока я Не забыл У нас Здесь Имеются Прикольные Фишки Например Касанием По сканеру Можно Переходить Назад То есть Вот я Его сейчас Нет Я наверное Возьму В правую руку Вот я Случайно Его задел Мы Касаемся Его легонько И переходим Назад Если мы Зажимаем Сканер Мы попадаем На рабочий стол То есть Он выполняет По сути И функцию Кнопки Домой Что например Удобно Если вам Нужно Свернуть Игру Вы там Уже Подъезжаете К своей Остановке Вот В транспорте Вы Не хотите Листать Со сторон Экран Для того Чтобы появились Кнопки Вы можете Просто Зажать Сканер Отпечатков Пальцев И у вас Все приложения Свернутся Это Реально Удобно Это Прикольно Ну а Об остальных Фишках Которые Я считаю Тоже Полезными Мы уже Поговорим В Софте Про экран Я в принципе Все рассказал Про эргономику Рассказал Ничего не Сказал О Сборке Вот И сейчас Мы будем Слушать Скрипит Ли корпус Корпус Звуки Издает Но в целом Визуально Он сбит Очень хорошо Каких-то Жестких Щелей У нас Здесь Нет Ничего Не отваливается Во время Использования Ничего Не скрипело Именно Поэтому Как вы Наверное Заметили Я был Немножко Удивлен Когда услышал Эти прекрасные звуки Ну Как есть Ну и перед тем Как мы уже будем Переходить к Производительности Я вам оглашу Основные характеристики Девайса Здесь у нас Пяти с половиной Дюймовый Full HD Экран Процессор Qualcomm Snapdragon 616 Видеоадаптер Adreno 405 Оперативы Может быть Либо 2 Либо 3 Гигабайта Встроенной памяти 16 Гигабайт Питает Это все дело Батарейка На 3000 Миллиампер Часов Основная камера У нас На 13 Мегапикселей Фронтальная на 5 Ну и для больших Любителей Синтетических тестов Вот столько у нас Набрал Antutu Не очень много Вот вам баллы В 3D марке Вот вам баллы В тесте процессора Geekbench И вот этот же Синтетический тест Только уже В общем-то Видеопроизводительность Скажем так Ну и От тестов Синтетических Мы переходим К тестам Практическими Пока у нас Загружаются Наши любимые World of Tanks Blitz Я скажу Что в повседневных Задачах Этот аппарат В принципе Работает Сравнительно Шустро Но если Очень много Приложений Висит у нас В фоне Например Маркет В котором Там что-то у нас Грузится Например Еще и открыта Почта И параллельно Там свернутый YouTube То у нас Даже интерфейс Начинает Понемножечку Подлагивать Нужно понимать Что если вы Хотите Многозадачностью Так скажем Пользоваться И иметь кучу Свернутых приложений То либо Нужно вычищать То что вам Совсем не нужно Либо нужно Как бы выбирать Какой-нибудь Другой смартфон Игра у нас Запустилась Давайте Выставим Настройки Как бы на максимум Рассчитывать Нам точно не стоит Давайте посмотрим Как эта игра Хотя бы на средних Работает Нам нужно Перезапустить Игру Мы это чудным Образом Делаем Удаляем Все из памяти Игра у нас Перезапустилась Выбираем Какой-нибудь Танк Пускай это Будет Пантер Бой Стартовал FPS 25 28 27 И это я Один в поле Воин Никого Ну вот Сейчас уже Рядом Появились FPS 30 Но по ощущениям Где-то 18 27 FPS 30 FPS Давайте Чуть-чуть Повернемся Поедем В домик Пока мы Отворачивались От экрана FPS 28 27 27 Держится 26 24 25 26 24 Я надеюсь Я не закрывал FPS Все это время 27 27 Но как бы Даже если Меня сейчас Тупо убьют Мы Видим Что А нет То я на скорость Посмотрел 33 FPS Когда никого В кадре То нет 32 Даже на средних Настройках Как бы Играть Спокойно У нас Не получится К сожалению Так Кого мы там Гасим ИСА В теории 30 FPS 29 FPS 25 29 Оу К нам уже Приехали в гости Или нет 25 FPS 26 Мне уже Скучно Так 30 FPS А я его Не пробил Походу Очень Жаль 27 Но по ощущениям Не более 20 20 FPS 28 FPS Ай Стреляй 20 FPS 21 FPS Почему Я Вышел С бинокля Ничего Не получилось По шапке Настрелять Все понятно ИСА Больше нет Ну и ладно FPS 18 Все дергается Кошмар Правильно Постой Постой Пока я съеду С горба Прекрасно FPS 24 FPS 28 29 FPS 32 FPS 34 FPS С пик Уехал Очень Жаль Сейчас Походу Добьют Да 25 FPS Ну Как мы Видим В принципе На средней Графике Можно играть С натяжкой Вот Потому что FPS Прыгает До 18 Это то что Я точно Помню Это уже Показатели Не очень высокие Не очень комфортные Для игры И теперь Для того Чтобы Не давать Какую-то Неадекватную Оценку Игровой Производительности Аппарата Я вам покажу Как здесь Работает Такая игрушка Как Minigore 2 Как видим Не во всех Играх У нас Кнопки Исчезают И это Нехорошо Чувачок У нас Бегает Быстренько Анимации Плавные Кровяха Летит Во все Стороны Ну Как Видим Все Достаточно Красиво Кустики Шатаются Там Где-то У нас Подсолнухи Вот Подсолнухи У нас Красивенькие Шатаются Ну То есть Равнять Игровую Производительность К тому Как Работают Именно Танки Это Неправильно Если вы любите Игры попроще Если вам не нужны Шпилки С навороченной Графикой Если вы даже Любите в танки Играть Но можете Претерпеть Так скажем Снижение графики До минимальной То Honor 5x Вас в принципе В этом плане Устроит Ну и так как Мы уже достаточно Немало поиграли Самое время проверить Насколько у нас Корпус нагрелся Я могу сказать Что не нагрелся Он практически Никак То есть Задник у нас Едва ли Едва ли Теплый Это еле ощутимо Что в принципе Даже несмотря на то Что мы не так Уже много играли Это уже Хорошо Потому что Некоторые аппараты Раскочегариваются И разогреваются Буквально там После первой катки В танках Ну и давайте Теперь кратко Поговорим об автономности Я начну с того Что покажу вам Вот этот Замечательный Скриншот Это тест Автономности Geekbench 3 Который на максимальной Яркости Разряжает телефон Разряжал он Его чуть меньше Четырех часов Это не супер показатель Например Galaxy S8 Плюс Разряжается Девять с половиной Часов Для того Чтобы вы Понимали Так скажем Что нам Это говорит Это говорит Нам о том Что если у вас Яркость Постоянно Максимальная Меньше чем За 4 часа Вы этот девайс Посадите Вообще без проблем На практике Он сутки Живет достаточно легко Сейчас у нас 56% Батареи Этот девайс Был заряжен Полностью После этого На него Скачались танки Скачалась синтетика Скачался кэш Для 3D марка Прогнали Все синтетические Тесты Вот И после этого Я еще некоторые Фрагменты На него снимал Снимал Условно Как на нем Крутились Ролики На ютуб Суммарно Там где-то Минут 8-10 Это происходило Потом Еще Прогонялся Тест Антуту Еще раз На видео Вот И сейчас Мы имеем 56% Ну и Как бы Весь обзор Снимался Что нам Это может Сказать На сутки Будет хватать Железный Если им Пользоваться Умеренно В простой Девайс Практически Не садится Потому что Здесь у нас Qualcomm Он как бы При Не сильно Ресурсозатратных Так скажем Процессах И Когда телефон Просто лежит Заблокирован И он много Энергии не хавает То есть На сутки Будет в принципе Хватать Нормально Если вы Аппаратом Пользуетесь Активно Будьте готовы К тому Что Вечером Вы его Будете заряжать Вот Ну а если Совсем Не активно То дня На полтора Наверное Тоже вам Его хватит Вот такие Вот пироги Ну и теперь Давайте переходить К мультимедийным Возможностям Начну я Наверное Со звука В наушниках Аппарат У нас Имеет Не очень Большой Запас Громкости Но это Пожалуй Единственный Недостаток Потому что Все остальное Более-менее Хорошо Бас у нас Есть Он выражен Не очень Сильно Но он Приятный Мягкий И достаточно Сочный Все остальные Частоты Средние И верха Выражены Тоже Достаточно Явно Но при этом Они не преобладают То есть Звук Более-менее У нас Сбалансированный Каких-то Искажений Нет Мыла Нет Посторонних Шумов Нет Жестких Сибилянтов На приятные Для прослушивания Громкости Нет То есть В принципе Меломана Honor 5X Устроит Более чем Полностью Ну а динамик Мы сейчас Как всегда Будем тестить На любимом Клипе Сергея Владимировича Под названием Иннокола Сонг Где он Есть Вот он у нас Есть В поиске Выкручиваем Громкость На максимум И давайте Чуть-чуть В вашем Направлении Тихо Звук В принципе Более-менее Приятный Но он Не супер Громкий Нужно Выкручивать Громкость На максимум Для того Чтобы была Хоть какая-то Вероятность Что на улице Вы рингтон Услышите Вот То есть Какими-то Супер Сверх Возможностями Этот спикер Не обладает Просто Нормальный Мультимедийный Динамик Пришло время Поговорить о камере Как для смартфона Среднебюджетного Класса 5X снимает Очень даже Ничего Единственное Но Это динамический Диапазон Который особо Не радует В остальном Все более Чем ок Цветопередача Адекватная Деталей хватает Резкости Тоже Фотки не мажутся И при этом Радуют приятным Размытием фона Внезапно Порадовала Фронталка Которая снимает Довольно резкие Селфи Что у бюджетных Девайсов Получается Не так уж и часто Видео Увы Мы пишем Не очень детализированное И красивое Ну и теперь После того Как вы посмотрели На примеры фотографии Я хочу показать Одну маленькую Приятную фишку Которая мне понравилась Когда вы фоткаете Самого себя На фронтальную камеру Вот сейчас Я влезу в кадр Нажму на спуск Камера Находит Сама лицо И Показывает Его В Левом Нижнем углу Если вы держите Девайс Вот таким вот образом Зачем это делается Камера у нас живет здесь И большинство людей Когда они Пытаются снимать себя Они смотрят на экран На кнопку Спуска затвора И в итоге В кадре Мы вечно Получаемся вот так Смотрим Черт его Пойми куда А не во фронтальную камеру Здесь этот недостаток Программным образом Исправили То есть камера Сама напоминает Ну точнее Софт напоминает вам о том Что вам бы куда-то Вот туда Смотреть Для того Чтобы селфи Получилось нормальным И это в принципе Прикольно и полезно Потому что многие люди Об этом очень часто Забывают Быстренько пройдемся По софту Я расскажу О тех фишках Полезных Которые я нашел Которые я реально Считаю удобными Начну с того Что изначально Аппарат поставлялся На пятом андроиде Сейчас андроид 6.0.1 Пришло обновление И мушный юай 4.0.1 Из достаточно Полезных Реальных вещей Например у нас есть Режим для управления Одной рукой Вот так вот мы проводим И у нас экран Сворачивается в его Миниатюру И это удобно Потому что девайс На минуточку 5.5 дюймовый Вот и пользоваться Им одной рукой Не очень комфортно А иногда надо Когда вы там Запор очень держитесь В общественном транспорте Например Или что-то несете В одной руке Тяжелые там Покупки с магазина У вас нет возможности Там себе чего-то Помогать В принципе полезно Также у нас Здесь есть Режим в перчатках Зима уже закончилась Но как бы новая Рано или поздно Наступит И поэтому Многие я думаю Оценят Ну и блокировка экрана Когда телефон Лежит в кармане То есть если Случайно вдруг Там Как-то вы телефон Зажали И он по идее Должен был бы Разблокироваться Этого не произойдет Потому что он понимает Что он находится в кармане Ну и про фишки В общем-то Сканера отпечатка пальца Дополнительные Я уже рассказал Вот это вот Наверное Все из супер Важного И реально интересного Что здесь есть Система у нас Перерисована Она выглядит Ни разу Не как чистый Андроид У нас все Здесь сделано Иначе Вот это вот Похоже на то Как когда-то Было сделано В iOS Панель уведомлений Очень чем-то Мне напоминает Раннюю реализацию Таковой В Xiaomi То есть у нас Здесь есть два экрана Один со значками Один с уведомлениями Ну то есть В принципе Интерфейс Интересный Он прикольный Он может реально Жестко Не понравится Только тем Кто очень любит Чистый андроид Я тоже являюсь Просто сторонником Этой темы Вот Я считаю Что перерисовывать На данный момент Интерфейс андроида Смысла нет Он и так выглядит Красиво Но тем кому все равно То ему я думаю Такой интерфейс Тоже очень даже понравится Ну и теперь уже наверное Давайте подводить Какие-то итоги Начну я с вопроса Цены Этот аппарат в Китае Сейчас стоит порядка 160 долларов Если мы будем искать Какого-то Функционального Так скажем Аналога от других Производителей То у нас есть К примеру Meizu M3 Note Который плюс-минус Имеет такую же Производительность Он приблизительно Так же выглядит Там тоже Часть корпуса Сделана из металла Там тоже 5,5 дюймовый Full HD экран Там тоже есть Модификация С 3 гигабайтами ОЗУ Если я не ошибаюсь То она такая есть И возможно Она даже единственная Ну и Стоит он тоже 160 долларов То есть Если вы хотите Себе аппарат За 160 баксов Вам не очень Так скажем Важна Супер Производительность В играх И вы адекватно Понимаете Что за эти деньги Вы флагман Не купите Вот То Honor 5X Можно смело Брать Тем более Что Huawei Пользуется Репутацией Едва ли не А бренда Вот И у многих Людей Он по Престижу Так скажем Находится Гораздо выше Чем Xiaomi Или Meizu Поэтому этот девайс В принципе Право на жизнь Имеет Тем более Что каких-то Лютых недостатков У него нет Сканер Хоть и не супербыстрый Но зато он нормально Работает И нет длинных Анимаций Перед разблокировкой Экран хороший Сборка В принципе нормальная Да мы чуть-чуть Скрипим Но этого стоило ожидать Потому что корпус Собран из различных Частей Это не Unibody Вот Как бы Производительность Более-менее нормальная Ее для каких-то Повседневных Минимальных задач Хватает Звук через наушники Хороший Ну то есть В принципе Все более-менее хорошо И плюс Производитель поддерживает Нормально В плане прошивок Свой аппарат Потому что Далеко не все Смартфоны среднего класса Которые были давным-давно Выпущены на пятом Андроиде Получили шестерку Этот девайс получил Вот Поэтому Повторюсь еще раз Honor 5X В принципе Можно брать Сравнить цены На этот девайс На различных Интернет площадках Вы можете По ссылке Из описания Данного ролика С вами был Дима Проект Ferrum Life Ставим лайки Подписываемся на канал И делимся этим видео С друзьями Это очень нам помогает Всем спасибо за просмотр Пока Субтитры сделал DimaTorzok